Всем всего! Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. Сегодня речь пойдет о виртуальной реальности, но не про всякий там мейнстрим по типу Half-Life Alyx, хотя я тоже, возможно, заденем, а про моды для игр. На тему VR много роликов, но они либо для тех, кто уже в теме, или же выглядят, как, если честно, какая-то странная реклама. Для начала сразу скажу, что я возлагал серьезные надежды на VR. Еще в далеком 14-м, по-моему, 14-м году, я пробовал Oculus Dev Kit. К сожалению, не помню, какой точно, первый или второй, но это не суть важно. Пробовал я его в торговом центре, он там стоял как аттракцион. И с тех пор я надеялся на выход устройства, которое не будет стоить, как Nissan Cube, помянем его, и при этом будет выдавать нормальную картинку. И это, наконец-таки, свершилось. В моих руках оказался шлем Pika 4. Это, конечно же, не HTC Vive, не Valve Index или подобный какой-нибудь китайский дорогостоящий экземпляр. И стоит учесть, что это самый дешевый вход в полноценный VR. И стоит он от 30 тысяч рублей от разных перекупов или же AliExpress, если, конечно же, повезет, и до 50 тысяч рублей, если мы берем самую жирную версию и покупаем ее в магазине. Существует две версии Pika 4. Они отличаются только памятью. 128 гигов встроенной памяти или 256. 128 за 40 тысяч и 256 за 50 тысяч. Как приятно доплатить 10 тысяч рублей за дополнительную память. Да. Этот шлем оказался у меня ненадолго, но я выдавил из него все, что мог. А пробовал всякое, разве что кроме видео 18+. И, если честно, маленько жалею об этом. Нужно было приобщиться, скажем так. И многие спросят, а чего это не самый популярный VR Oculus Quest 2? Почему какой-то там обоссанный китайский Pika 4? А потому что если у тебя Oculus, то нужно париться с VPN и прочим говном. Ну, потому что санкции. На этот раз санкции от нас. Ведь Мета признана экстремистской организацией. Но, тем не менее, если бы санкции были не от нас, то они бы наложили эти санкции, я уверен. Так что разницы нет. А париться с настройкой VPN и прочего говна мне не хотелось. И этим не парюсь даже, когда игры покупаю. Ведь сейчас даже игры купить та еще проблема. Или просто пополнить кошелек Steam. А ведь действительно, как пополнить кошелек Steam, спросите вы. Или как купить игру из России? Площадка Case for Gamers. Тут есть все. Игровые ключи для Steam, Battle.net, Origin, Epic Games Store и так далее. Консольные игры для Nintendo, Xbox и PlayStation. Также можно приобрести геймпоинты для FIFA, например. Или же золото для Варкрафта. Также есть возможность купить карты оплаты для Амазона, iTunes, Google Play. И, конечно же, можно пополнить кошелек Steam. И можно приобрести разный софт. От антивирусов до Windows. И Case for Gamers поддерживает огромное количество способов оплаты. Поэтому трудностей не возникнет. И, возможно, вам кажется, что у вас дежавю. Вы видели уже подобную рекламу на моем канале. Вот только площадка называлась как-то по-другому. И да, это так. Площадка Diffmark сделала ребрендинг для пользователей из России и Беларуси. И теперь называется Case for Gamers. А это значит, что имя пусть и новое, а репутация уже имеется. А также никуда не делся промокод REDSKINS на 10%. Поэтому переходите по ссылке в описании и покупайте игры, софт и прочее. И не забывайте про промокод REDSKINS. Завораживающий виртуальный мир. Вы только посмотрите на то, как его показывают в рекламных материалах. Как показывают трейлеры VR-игр. Какая сочная и плавная картинка. Как блогеры играют в эти игры. Даже те, которые изначально не были под VR настроены. Да некоторые люди даже работают при помощи VR. Потому что там можно выводить окна разных приложений. А это, считай, просто куча мониторов. Но все это просто, просто красивая картинка. Конечно, есть игры для VR, которые более-менее пригодны для прохождения. А есть моды к тем играм, которые мы уже с вами полюбили. И хотели бы в них погрузиться снова. Но в этот раз еще сильнее при помощи VR. И казалось бы, есть моды. И игра идеально для этого подходит. Но все не так просто. Вот посмотришь ты такой на GTA 5 с VR-модом. Или же на Red Dead Redemption 2. И подумаешь, насколько же это великолепно. Оказаться в этом мире снова и погрузиться в него максимально. Ведь блогеры, которые делали подобные ролики, не сказали ни слова о том, что на самом деле представляет на себя игра, например, в Red Dead Redemption 2 с шлемом. И это, по факту, просто пытка. Если вы думаете, что вы погрузитесь в мир Red Dead Redemption 2 на часов 5-6 не отвлекаясь, ведь игра сама по себе весьма медленная, а с VR так должна вообще захватывать на очень долгое количество времени, то вы ошибаетесь. Играть, именно играть в эту игру с VR-очками нереально. Можно наслаждаться природой. Можно медленно перемещаться и смотреть по сторонам. И я, например, посмотрел представление от начала до конца, которое проходило там в театре. И это было шедеврально. Но вот именно играть, это считай, невозможно. Нужно быть человеком с какими-то, не знаю, металлическими глазами и какой-то дикой вестибуляркой. Или же заниматься истязанием самого себя, чтобы организм подпривык. Это не игра. Это аттракцион. А если вдруг ты захотел всё превозмогать, перетерпеть, привыкнуть и пройти эту игру с VR-ом, то... Мне кажется, это, на самом деле, адаптироваться к этому просто невозможно. Я не говорю про управление, к которому можно привыкнуть. Ведь целишься ты теперь не стиком, а головой. Управление — это мелочь. Я говорю про физический дискомфорт, который возникает по нескольким причинам. Первая причина — это камера. Казалось бы, там есть камера от первого лица. Чего таково? Но есть нюанс. Она что в GTA, что в RDR слегка трясётся, колышется, ну и так далее. Даже когда персонаж просто стоит. Что вызывает дискомфорт. То есть непривычки может даже начать тошнить. Хотя у меня с этим делом было всё нормально. Ведь я пришёл сюда уже закалённым. Я прошёл Half-Life Alyx. Причём на стиках, без телепорта. А люди, которые играли, должны знать, что на стиках играть весьма с непривычки сложновато. Особенно кручение головой. Так вот, несмотря на всю мою закалку, вот эти вот небольшие движения камеры от первого лица в игре вызывают неприятные ощущения. Наверное, если играть при помощи монитора, я уже как бы забыл, в RDR давно не играл, это наоборот вызывает такое, знаете, погружение. Но вот со шлема нет. При этом не стоит забывать, что в игре персонаж часто падает. Что в GTA, что в RDR. Как минимум гораздо чаще, чем хотелось бы для игры в VR. Каждое падение вызывает тошноту. И очки сразу хочется сорвать со своей головы. Просто, если честно, невыносимо. Пункт номер два. Такие игры, как Red Dead Redemption, сами по себе очень требовательны к железу. А со шлемом начинается полный ад. Системные требования вырастают практически вдвое. Ведь нужно рендерить уже две картинки. И в зависимости от очков, и разрешение весьма нестандартное. И это еще нужно помножить на чувствительность к FPS. Ведь тут она совсем другая. Если на компьютере у вас 30-40 кадров в секунду, то как бы насрать. Возможно, чуть-чуть дискомфортно, но играть можно. А вот в шлеме это проблема. Если частота кадров падает, то это настолько сильно сказывается на самочувствии, что опять же хочется просто сорвать шлем с головы немедленно. А значит, для игры в тот же самый Red Dead Redemption 2 нужен вполне себе мощный компьютер, которым обладает не каждый. Пункт номер 3. Когда ты пробуешь игры, которые изначально делались под VR, их, конечно же, немного, таких крупнобюджетных, но все равно, то ты уже не можешь играть в игры, точнее, в такие моды, как тот же GTA 5 или Red Dead Redemption 2, или Stalker, не важно. Там ты вынужден использовать клаву, или же геймпад. Обычный геймпад, не те, которые шли в комплекте со шлемом. Но когда ты уже попробовал условный Half-Life Alyx, или какой-нибудь Boneworks, или Bone Labs, играть в игру без возможности брать что-то в руку, или же возможности воздействовать как-то иначе, то вся магия рушится. Я понимаю, что это сомнительный недостаток, но это очень-очень сильно сказывается на погружении. Но это все были мелочи. Пункт номер 4. Мыло и графика в целом. Когда ты смотришь на запись какой-нибудь блогера, который играет в Half-Life Alyx, или Power of VR, или даже в Red Dead Redemption в VR, то ты видишь относительно четкую картинку. Но вот в шлеме все иначе. Я пробовал Oculus Rift в 2014 году, как и говорил в начале, и с тех пор картинка очень-очень сильно преобразилась, но все равно осталась проблемной. То ли изолинц, ведь у Пика они какие-то там нестандартные. То ли из-за чего-то еще, то ли вообще это норма для VR-шлема. Но меня никто об этом не предупреждал. Никто на YouTube мне почему-то не говорил, что в шлеме я буду ощущать себя как человек, у которого проблемы со зрением. Причем весьма серьезные. Вблизи объекты размываются, вдали они тоже размываются. Я игрался с межзрачковым расстоянием. Потом вообще замерил его и установил. Благо в Пика 4 очень много вариантов, как можно регулировать линзы. Но это мне не помогло. Короче, графика в шлеме очень сильно отличается от того, что нам показывают. Просто потому, что это невозможно передать без самого процесса надевания шлема на башку, потому что это как бы искажение от линз, скорее всего. И я занес этот недостаток сюда, в модификации, потому что в играх по типу Red Dead Redemption 2 это очень сильно бросается в глаза. Ты хочешь насладиться тамошними пейзажами, природой, облаками и прочим, но вместо этого ты получаешь близозоркость и дальнорукость, ну или как там вообще так говно называется. Короче, дискомфорт обеспечен. И самое обидное, что про это тебя никто не предупреждает. Ты насмотрелся блогеров, которые в основном хвалят и такой ля, погружусь в игру детства, например. Да, детство у всех разное, но для стариков по типу меня там даже есть Quake 3. Так вот, вместо того, чтобы погрузиться в детство, ты погружаешься в дискомфорт, тошноту, головную боль, болят глаза, давит на череп и прочее. И всё это можно списать на индивидуальность, мол, просто тебе не зашло, просто тебе глазки больно, просто тебе давит на череп, просто ты сильно перетянул, просто тебе вот тут всё потеет. Ну, это ты такой, ты такой особенный. Но нет, в шлеме реально больше двух часов просидеть нельзя. Что для бывалых геймеров по типу меня, которые привели к сидеть по 8 часов в сутки, это какая-то мелочь. При этом после таких долгих сессий в 2 часа, у тебя будет полоска на голове, потому что шлем так или иначе оставляет на переносице, на лбу полоску, но это мелочь, у тебя будут болеть глаза, это факт. И вообще, ощущения дискомфорта в любом случае обеспечены. Плюс очень, очень странное ощущение нереальности происходящего. И не в шлеме, что, мол, в шлеме всё нереально, а уже когда ты его снимаешь. Я не знаю, как описать этот эффект, и, возможно, я реально в этом как-то индивидуален, но мне кажется, нет. Ты, когда снимаешь шлем, тебе кажется, что всё вокруг какое-то маленькое нереальное. Весьма странное ощущение. Хотя, чего это я? Это же не обзор шлема, а именно попытка развеять касательно того, что игр полно, и можно играть в старые игры и наслаждаться. Нет, нельзя. Но неужели нет игр, которые хорошо модифицированы? Неужели не во что поиграть из старенького? Да нет, есть во что. American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2. И эти игры преображаются очень сильно. Я вряд ли смогу передать эти ощущения на словах, кроме банальности по типу, ну, как будто ты реально в кабине грузовика сидишь, епт. Потому что, в действительности, это так. Опять же, с поправками на особенности шлема. Тут объекты вблизи не превращаются в мыло. А вот пейзажи как бы уже изначально были замылены, так что ничего обидного нет. Однако, есть другой недостаток, который касается именно шлема Пика 4. Там линзы сделаны по какой-то нестандартной технологии, у которой есть плюсы и минусы. Плюсы это то, что линзы не такие толстые, а минусы это то, что пересвет. Я не знаю, как это объяснить, когда в кадре очень много темного, но есть что-то такое светлое, то есть, есть контраст. То появляются очень неприятные блики, что ли. Я не знаю, как это назвать, правда. И вот уже ночные атмосферные поездки в Евротрак симулятор превращаются, ну, не то чтобы в ад, но такие, знаете, дискомфортненькие. Короче, очень сильно раздражают глаз. Я не смогу опять-таки передать вам это на словах, потому что тут надо просто напялить шлем и протестить. Но это реально очень сильно раздражает. Но на самом деле, в контексте других VR-модов, это вообще мелочь. По факту, ETS и ATS отлично играются в VR-е. И вот перейти потом в нормальную версию после VR-версии сложновато. Также есть сумасшедшие модеры, которые пытаются делать отличные проекты, например, Half-Life 2 VR-мод. И вот этот мод уже в пору сравнивать с Half-Life Alyx, потому что там поддерживаются оригинальные контроллеры пика, руками можно хватать всякое, по лестницам лазить при помощи рук, ну и прочее. И это, по-моему, единственный мой футаж, который я записал лично. А если вы думаете, почему у меня здесь косплей на Алексея Шевцова, то это как бы специально. В застройках игровой зоны есть сидячий режим и стоячий режим. Короче, я решил побаловаться и маленько поугарать. В целом VR-модов на самом деле полно, но их качество варьируется от оля красота какая, но играть невозможно, до круто, игра преобразилась и воспринимается иначе. И как теперь играть в оригинальную версию, я даже и не знаю. Даже есть уроки, как адаптировать игру самостоятельно. Но все это просто трэш. То есть, если вы энтузиаст, который хочет разбираться, который хочет делать что-то самостоятельно, ваше дело. Но если вы насмотрелись разных видосов, построили все воздушные замки и думаете, что мод на Сталкер VR позволит вам погрузиться в игру еще сильнее, или что вы теперь реально будете прям жить в Скайриме или в Fallout 4, то нет. Это не так. Да и Скайрим VR и Fallout VR это фактически уровень фанатского мода, а не отдельного проекта. А насчет Сталкера VR я пробовал его запустить, причем сборку на Аномали. Но это настолько крышесносно-визуально, настолько же и неиграбельно. Я попробовал поиграть в замену Сталкера и в этом плане VR конечно же прикольная штука. Сейчас VR напоминает мобильный рынок там 5-10 летней давности, когда небольшие студии делали игры для мобилок, нагло воруя идею из крупных игр. И VR это прям один в один эта история. Вот есть игра, все разработчики там судя по всему либо украинцы, либо белорусы, либо русские, но игра называется по-английски Into the Radius. Прям Сталкер-Сталкер, который занялся любовью Старковым и вот результат. Я даже ее стримил. Вот этот лысый челик это я, да, да. У меня нет рака, я просто дебил на лысо побрился. Но это все баловство. VR ни разу не для так называемых хардкорных геймеров. Он для тех, кто хочет помахать ручками в битсейбер, поудивляться какой-нибудь хернетом в Бонворксе или Half-Life Alyx, или пострелять ботов в Павлов VR, потому что на первых парах вас даже боты будут там нагибать. Да и онлайн там не такой уж и большой. Этих развлечений, при учете, что VR больше двух часов в сутки носить крайне дискомфортно, вам хватит максимум на 2-3 недели, может быть на месяц. Но мы же с вами геймеры, мы хотим сидеть за компом по 12 часов в сутки и херачить в какую-нибудь классную сюжетную игру, а здесь так не получится. Ну а как же Half-Life Alyx, спросите вы, как же прочие там Бонворкс и Бонлэпс и тд и тп. Они как? Они вызывают вау-эффект, но если сравнивать это с обычными играми, то это такое. Я прошел Half-Life Alyx, и мне конечно же зашло, но вот вы только вдумайтесь, это единственная по-настоящему крупная игра за все время для VR. И этой игре уже вот-вот будет 3 года. Хотя по факту этот ролик делается не для обзора таких игр, или же не для обзора самого шлема. Этот ролик скорее просто попытка сорвать розовые очки с тех, кто насмотрелся видосов на ютубе и думает, что можно поиграть в старые любимые игры в новом формате, но нет, нельзя поиграть. А если вы насмотрелись роликов с новыми играми, то все не так радужно, как выглядит. И если вы вдруг решили купить себе VR, то подумайте еще раз, сходите в VR-клуб, если в вашем городе есть такой. Возьмите шлем в аренду и пройдите тот же Half-Life Alyx, и вы поймете, что больше в нем смысла нет. Ну а если у вас денег кура не клюет, то берите. Раз в неделю достать его и угореть маленечко можно. Но опять-таки не питайте иллюзии, не думайте, что все так радужно. Прошло уже 10 лет, с момента появления Окулуса, как минимум как стартапа. Сами шлемы ушли далеко по технологиям, беспроводные подключения, отсутствие всяческих дополнительных датчиков, ну или же дикая точность, если такие датчики есть. Уже хорошее разрешение, на бумаге хорошее, хороший угол обзора, но все это ничто, ведь по факту игр не так уж и много, хороших игр, ради которых и стоит брать такую безделушку. Потому что она просто будет у вас валяться без дела после того, как вы пройдете Халву, Бонворкс и Бонлэпс. А моды на старые игры в большинстве случаев неиграбельные. Но это только мое мнение, не более. Возможно, оно бы изменилось, если бы я посмотрел пару роликов 18 плюс в VR. Возможно, я тогда бы задумался о покупке шлема. Не знаю. Напишите в комментариях, если вы пробовали смотреть такие видосы в VR-шлемах. Интересный опыт я упустил. Сука. Что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также залетайте в телеграм-канал и не пропускайте анонсы стримов. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами Lucky Moog, Эрон Стоун, Алёчо 3X, Сибирский нефтяник, Хироман, Педофильские усики, Притчер и Айту Феникс. Если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. А на этом уж точно все и всем всего.